Добрый день, уважаемые слушатели Открытого университета. Меня зовут Светлана Сергеевна, я работаю на кафедре социологии. Сегодня я предлагаю нам с вами поговорить об языке и о том, как его изучает социолог. Отрасль научного знания, который изучает язык в связи социальными условиями его существования, называется социолингвистика. Один из основателей современной социолингвистики, американский исследователь Уильям Лобов, определяет ее как науку, которая изучает язык в его социальном контексте. Внимание специалистов в этой научной области направлено не на внутреннее устройство языка, а на то, как он используется людьми, которые составляют то или иное общество. При этом учитываются все факторы, способные повлиять на использование языка. От различных социальных характеристик самих говорящих, например, их пол, возраст, уровень образования, культуры, вид профессиональной деятельности, до социальных условий конкретного речевого акта. Одно из первых письменных зафиксированных наблюдений того, что язык далеко не единообразен в социальном отношении, относится еще к началу XVII века. Преподаватель Испанского университета четко разграничил социальные разновидности языка. «Нужно отметить», — написал он, — «что язык имеет, кроме диалекта, в бытующих провинциях, некоторые разновидности, связанные с возрастом, положением, имуществом жителей этих провинций?» Существует, например, язык сельских жителей, простолюдинов, горожан, знатных господ и придворных, ученого-историка, старца, проповедника, женщин, мужчин и даже малых детей. Сейчас давайте ответим на вопрос, что же влияет на речь человека. К числу характеристик, которые влияют на речь говорящих, относятся, во-первых, профессиональная и социальная среда, в которой живет человек. Во-вторых, характер и уровень его образования. В-третьих, речевая ситуация и, наконец, место проживания человека. Давайте опишем первую характеристику – профессиональной принадлежности. Так люди одной профессиональной принадлежности часто образуют довольно замкнутые группы и вырабатывают свой язык общения. Например, библиотекарь, расставляя аккуратно книги на полках, скажет, что он причесывает фонд. Социолог, реализуя эмпирическое исследование, скажет, что он собирает поля. И эти высказывания будут понятны людям одной профессии. Если предметом изучения является речь ребенка, то важным становится профессиональная принадлежность его родителей. В книге Корнея Чуковского от двух до пяти приведет к случаям из детской речи. Например, там есть высказывание сына продавца, который говорит «Я всех люблю одинаково, а мамочку на один номер больше». Социологи на основе исследований речи технической гуманитарной интеллигенции выявили, что речь технической интеллигенции в большей степени подвержена влиянию профессионального жаргона. Речь же гуманитарной интеллигенции более консервативно подчинена литературной норме. Следующая характеристика, влияющая на речь говорящего, это речевая ситуация. Разные ситуации общения требуют использования различных языковых средств. Это хорошо проиллюстрировано в произведении Александра Сергеевича Пушкина, который он пишет. «В обществе вы локтем задели вашего соседа, вы извиняетесь, это хорошо, но гуляя в толпе и толкнули лавочника, вы не скажете ему миль пардон. Вы зовете извозчика и говорите ему, пошел в коломну, а не сделайте одолжение, подрудитесь, отвезите в коломну». Приведенный пример показывает, что в разных ситуациях говорящий занимает различную позицию в коммуникации. На равных, например, в обществе, либо превосходство над партнером по коммуникации, в случае речи идет, если о лавочнике или извозчике. Подчиненность партнеру по коммуникации, если речь идет о ситуации начальника и подчиненного. Тип роли обуславливает характер речи и речевого поведения. Повелительные интонации естественны в речи учителя и врача. Мы можем услышать с вами «дышите», «задержите дыхание», и эти интонации неуместны, когда представители этих профессий выходят за рамки деловой коммуникации. Представление о том, в каких ситуациях при использовании каких ролей как надо себя вести, формируется, безусловно, в процессе языковой коммуникации. Еще одна характеристика – место проживания. Функционирование языка зависит, безусловно, от места проживания человека. Так, например, на юге мы скорее услышим «малоко», а на севере – «малоко». Помимо изучения факторов и социальных характеристик индивида, влияющих на речь, социолингвистика видит свою задачу в регулировании развития и функционировании языка. При этом важным является анализ оценок тех или иных языковых фактов, к которым люди относятся по-разному. Так, например, одни легко усваивают языковые новшества, другие более консервативны и поддерживают традиционную норму. В этом ключе крайне интересны результаты недавнего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, который называется «Частота языка и как за нее бороться». Сегодня большая часть россиян выступает против перестройки языковой ситуации. По их мнению, русский язык надо оберегать и бороться за его чистоту. Так ответили 56% респондентов. С 2019 года этот показатель снизился на 12 пунктов. Обратное мнение о том, что язык отражает реальную ситуацию в обществе и должен развиваться самостоятельно, без вмешательства чьей-либо со стороны, разделяет 38% респондентов. И этот показатель увеличился на 11 пунктов к 2019 году. Те россияне, кому ближе идея необходимости оберегать русский язык, полагают, что следить за чистотой русского языка должны сами неравнодушные граждане, 49% респондентов. Вариант лингвисты, профессионалы выбирают еще 26% в этой группе. Говоря о том, как лучше поступать в отношении всего нового, например, товаров, идей, процессов, которые уже появились в реальности, а в языке еще нет, 45% россиян, то есть это почти половина, указали, что не имеет значения, будет это иностранное слово или новое слово с русским корнем, лишь бы это было понятно, о чем идет речь. Язык также вариативен в зависимости от пола и возраста говорящего. Так, мужские предложения, как правило, короче женских. Мужчины чаще перебивают, они более категоричны и стремятся управлять тематикой диалога. Женская речь включает в себя большую концентрацию эмоционально-оценочной лексики. Интересно, что в подростковом возрасте язык претерпевает также некоторые изменения. Речь наполняется жаргонами, неологизмами, сокращениями. У молодых людей изменяется отношение к эмоциональной окраске некоторых слов. Например, слово эгоист перестает быть отрицательным. Язык старшего поколения отличается многообразием, увеличивается словарный запас, используется средство художественной выразительности, например, метафоры. Речь пожилых людей называется эгоцентрической или еще про нее говорят второе детство. Чем старше пожилой человек, тем все больше его речь сближается с детской речью. Таким образом, социолингвистика это наука, которая изучает язык, речь людей в зависимости от их принадлежности к той или иной социальной группе, выполнение ими социальных ролей, особенности языковой социализации. Она имеет дело с реальными людьми, которые могут ошибаться, нарушать языковые нормы. Для социолингвистики важно понять, чем объясняются особенности функционирования языка. В завершении я прошу вас ответить на вопрос, что, по вашему мнению, должно считаться нормой современного русского языка? То, как говорят большинство жителей нашей страны или то, как приписывают словари и языковеды? Большое спасибо за внимание и до встречи!